Всем привет! С вами студия Ремонта Рем25, меня зовут Андрей и мы находимся в ЖК Мирекс Парк на нашем объекте, который мы сдали примерно год назад. За это время здесь все обставили, купили всю мебель, купили всю технику, полностью обжились и сейчас мы посмотрим, какая красота здесь получилась. Итак, здесь однокомнатная квартира с большой-большой кухней-гостиной. Соответственно, с двумя санузлами. Один санузел гостевой, второй санузел хозяйский, гардеробная и большая прихожая зона. Красиво. Давайте посмотрим все с самого начала. Значит, вот мы входим в квартиру, находимся в прихожей. Очень интересно подобрали дизайнеры оранжевый цвет. Он очень классно гармонирует, очень классно контрастирует, в первую очередь, со всем остальным. Вот. Плитка на полу 80 на 80. Встроенные шкафы поставили, значит, подъем типа... А, кстати, вот интересное еще решение. Это зеркальная дверь. Если возле входа есть зеркальная дверь, то необязательно делать отдельное зеркало. Можно прям удобно оделся, посмотрел на себя и ушел. Вот. Конечно, минус зеркальной двери в том, что она ляпается. То есть, когда дверь открываешь, задел, задел, задел. И постоянно в этой области остаются следы от пальцев. Это двери скрыты в монтаже, нет? Скрыты, да, конечно. Здесь все двери скрыты в монтаже. Сейчас все посмотрим чуть позже. На стене также плитка 80 на 80, инсталляция. То есть, одна стена у нас сделана из плитки, все остальное под покраску. Очень интересная отдельная стоящая раковина. Снизу полностью все закрыто, ничего не видно. Ни подводки, ни сифонов. Выглядят супер просто. Смеситель золотой, как сейчас любят делать. Гигиенический душ, прошу посмотреть, тоже золотой. Ароматические палочки тут стоят. Это очень хорошее решение. У меня дома лично в каждой комнате практически они стоят. Плюс в санузле и прям всегда приятный запах. Так что я рекомендую вам в санузле, по крайней мере, их поставить. Прям атмосфера сразу же располагает. Так, здесь система хранения. И стиральная машина. Так, давайте пройдем дальше. Значит, смотрите, пол. Здесь инженерная доска. Уложена на клей. Естественно, это нам позволило сделать стык, плитки, доски без каких-либо порожков. Прошли герметиком. Обращу еще отдельно внимание на плинтуса. Плинтуса здесь покрашены в цвет стен. Соответственно, светло-бежевый, там в оранжевый. Плинтуса из полиуретана. Они изначально, такой тип плинтусов идет под покраску. Это очень удобно, потому что часто не получается подобрать, чтобы линтус подходил и к полу, и к стене. Получается пол одного цвета, плинтус другого цвета. И стена идет третьего цвета. Так что, чтобы облегчить себе жизнь, можно купить плинтуса под покраску и покрасить их. Соответственно, вот в квартире уже год, с плинтусами ничего не произошло, они не испачкались. То есть, они покрашены специальной износустойчивой краской, которая моется. И при должном уходе они прослужат вам очень долго. Стены в квартире везде под покраску. Потолки везде из гипсокартона. Давайте посмотрим на потолок. Значит, встроенный трекерный светильник. На предыдущем обзоре я рассказывал про них больше. Значит, у них плюс большой в том, что в них можно поставить и внутренние светильники, внешние светильники. Можно купить светильники подвесные. Большое разнообразие выбора освещения. Так что штука достаточно универсальная. Значит, дальше у нас зона отдыха, зона просмотра телевизора. Красивый диван. В конце кухня с большим столом на аж целых 8 мест получается. Давайте посмотрим по внимательности состава и компоновку кухни. Значит, слева большой встроенный холодильник. Справа симметрично стоит колонна с микроволновкой с духовкой. Ровно посередине располагается... Чуть левее середины располагается посудомоечная машина. И непосредственно варишься на панель. Значит, что здесь сделано удобно и практично? Значит, во-первых, помимо столешницы, которые сделаны из искусственного камня, здесь из камня сделаны боковые части. Вот. И, соответственно, фартук. А часто бывает так, что при длительном использовании кухни, ну, я имею в виду, когда уже кухня там лет 5-7-10, у нее от жира, от каких-то продуктов, которые летят во время готовки, у них из-за них боковые стенки шкафов приходят в негодность, и здесь начинают шелушиться с них спаза, это краска или эмаль, если кухня покрыта таким материалом. В данном случае из того, что здесь искусственный камень, вот эта вся поверхность рабочая, она полностью защищена от каких-то воздействий приготовления пищи. Вот. Плюс, что здесь удобно, а сейчас, кстати, часто так делают, вместо того, чтобы оставлять какой-то зазор между шкафами и потолком, здесь есть антресольный этаж дополнительный. К нему доступ идет только, естественно, там со стремянки, но благодаря этому этажу не теряется место для хранения. У вас появляется дополнительное место, это смотрится очень эстетично, очень здорово, без каких-либо щелей, и вот. Смотрите, какие классные минималистичные часы, прям сделаны из фанеры. Сколько время сейчас по ним? Полдвенадцатого? А, ну да, да, все верно. Про эркер. Так и есть. Значит, еще очень интересная часть в этой квартире, это эркер. Эркер здесь круглый, а с потолком все понятно, как бы это круглый потолок сделать не проблема, но смотрите, какие тут радиаторы. Радиаторы тоже круглые. Радиаторы эти изготавливались на заказ. Изготавливали их, я помню, очень долго, но мы дождались и поставили. И подоконник. Подоконник здесь сложной формы, из того, что из особенностей остекления, тут видите, все вырезано под каждую стойку. Итак, пройдемте в спальню теперь. Что мы имеем в спальне? Большая двуспальная кровать, брашки, тумбочка, и вот эта вот классная стена, на которой потом будет располагаться телевизор. Его еще не купили, как вы видите. А снизу будет тоже тумба. Стена облицована полиуретановыми 3D-панелями. Они покрашены. А последнее время у нас в проектах очень часто встречаются разнообразные панели. Это придает изюминку интерьеру, разноображивает очень внешний вид стены, в первую очередь. Бывает так, что стена длинная, большая, не знаю, что на нее повесить, и чтобы как-то разнообразить ее, делаются вот такие вот вставочки. Здесь решили сделать вставку во всю стену. Радиатор сделан в таком же стиле, как и в эркерной части. Стальные трубчатые дизайнерские. Подоконник тоже искусственный камень. И на этой стене две двери. Нас туда попросили не ходить. Там потому что женская гардеробная. Я уверен, что там порядок. Но пойдем мы влево. Тут санузел. Кстати, очень удобно, когда санузел находится прямо возле кровати, потому что ночью встал, и бежать как бы долго не надо. Ну что, пошли в ванну? Вау, 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 вау. Смотри-ка, здесь классная плитка. Вот на Westgarden, да? Посмотрите обязательно обзор ЖК Westgarden. Там плитка, по-моему, такая же была. А нет. Ну, чуть-чуть отличалась, но в таком же стиле. Блин, как же классно смотрится. Итак, помимо великолепной красивой плитки, которую мы замечательно запилили под 45, как мы делаем всегда. Кстати, вот видите, это скрытая дверь. Если вы хотите скрытую дверь, то всегда думайте, какие вы будете делать откосы. Потому что откос скрытой двери все время идет или под покраску, или вот, в данном случае, из плитки. Каких-то доборов, наличников, скрытых дверей не бывает. На то они какие? Скрытые. Правильно. Значит, в санузле ванной у нас красивая тумба с накладной раковиной от черной сантехники, черные розетки, огромное зеркало. Ты посмотри на это зеркало, как они сюда принесли, мебельщики. И смотрите, что тут есть. В зеркале есть часы. Вот это вот, как ни странно, полотенцесушитель. Он красивый, спору нет, но повесить на него, чтобы эффективно что-то просушилось, конечно, не совсем удобно, потому что вот есть крючочки, ты на них вешаешь, у тебя что-то свисает. И сидеть. А расправить, как на обычный полотенцесушитель, который идет такой лесенкой, тут нельзя. То есть красиво, круто, но по практичности, увы, он проигрывает стандартному полотенцесушителю. Ванна. Ванна акриловая. Акриловая. Декоративные вставки над ванной. Блин, ну слушай, я считаю, что вот прям плитка просто класс. Когда снимали обзор на Восгардне, я все восхищалась, какая там классная плитка. Здесь тоже просто, вот не знаю, как вам, но мне эта плитка очень нравится, очень круто выглядит. Также сделана ниша под пальчики, чтобы можно было поближе подойти к ванной. Там у нас, по-моему, без подсветки, да? Частенько делают подсветку под эту штуку, но я считаю, что это уже прям совсем излишество, как бы, зачем снизу подсветка? Чтобы она у вас высвечила какие-то пятна от воды, ну, я считаю, что это точно не нужно делать. Вот, кнопочка инсталляции тоже черная, полочка черная, все, в общем, санузел просто идеальный. Тут шкаф стоит. Там, скорее всего, средства гигиены, я открывать его не буду. И обратите внимание, как интересно рулон обоев. Рулон бумаги сделан такой вертикальный, стойким. Как мне тут нравится. Прям жил бы в этом санузле. Знаешь английский язык? Чуть-чуть. Как переводится? Бир, скин. Пиво, головы. Пивная кожа, скинутая кожа, скинхед, бритая голова, бритое пиво. Что это все? Ну и, конечно же, в таком санузле должен быть теплый пол. Вот его управление снизу, которое добавит еще большего кайфа, еще большего пользования этим замечательным местом. Я очень надеюсь, что вам понравился данный обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас есть еще инстаграм, где мы выкладываем намного больше информации. Туда тоже подпишитесь, вас ждет много интересного. Ну а мы поехали дальше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...